Приветствую вас. На самом деле ситуация достаточно простая в своей парадигме. Она не простая для вас, но она простая в своей парадигме. То есть вас задевает то, что говорит деда. Это можно понять. Вас очень легко можно понять. Но, они говорят вопрос, почему задевает то, что говорит деда. И ответ на этот вопрос, он достаточно простой. Потому что вы ищите оправдание тому, почему закончили обучение на тройке. Вроде бы вы говорите, что это хорошо. Вроде бы вы говорите, что я еще молодец. Но, в то же время, сравнивайте себя с другими людьми. На постоянной основе. Обвиняете свою маму в том, что у нее свои взгляды. Да, есть такое. То есть, понимаете, и вы ищите объяснение своей неудачи. А когда человек ищет объяснение своей неудачи, он, как правило, не принимает ее до конца. То есть, человек верит в то, что вот у меня неудача была, случилась. Потому что произошло вот то-то, то-то, то-то и у меня не было того-то, того-то, того-то. А так я бы мог. Мог это сделать. И получается искажение реальности. Потому что, вроде бы, вы живете в реальности, где вы закончили университет на тройке. Но, в то же время, вы считаете, что если бы все было по-другому, закончили бы вы лучше. Вот, с чего должно быть все по-другому? Почему должно быть все по-другому? Для меня загадка. То есть, вот. Получается, что вы в двух таких параллельных мирах живете. Это первое. Второе. А вы говорите, что несправедливо. Несправедливость, это такая, знаете, немножко детская позиция. Потому что, потому что справедливость каждый по-своему понимает. И, на мой взгляд, ну, необходимо отказаться от идеи справедливости. Потому что, кто-то справедливый для вас, может быть несправедливый для другого человека. Ну, вот, к примеру. Вы считаете, что дядя несправедлив вас над вами смеется и принижает вас. Но, почему это несправедливо? У него есть повод и он вас обвиняет. Да, он не понимает вас. Да. Он вас не понимает. Да, он не проникается вами. Это тоже правило. Это тоже правило. Он вами не проникается. Это верно. Но, давайте, давайте спросим у себя. Себя. А почему он вами не проникается? Что ему мешает? Вы говорите, он высокомерный. Давайте спросим у себя, почему он высокомерный. То есть, у вас нет желания понять своего дядя, как человека, как мужчину, как личность. Вы этого не делаете. Я вам скажу больше, вы не можете этого сделать, потому что вы не понимаете себя. Вы не принимаете себя. И вас задевает то, что дядя вам говорил. Ну, то есть, если мы берем здесь учебу, например, то вы закончили вы на одни тройки. Я так же, как и вы считаете, что это хороший результат. Я так же, как и вы считаю, что красный диплом абсолютно не нужная история. Но, вы чувствуете, что способны, очевидно, на большее. Если вы чувствуете, что способны на большее, то как конкретно это вами реализовывать? То есть, необходимо раскрыть, чем неприятно на смешке дядя. То есть, что они задевают в вас, на какие слабые места, то есть, те, которые вы не принимаете в себя, те, к которым вы не сформировали свое отношение. Надавливайте. И соответственно, этот момент проработать. То есть, помочь вам сформировать к этому отношению. Помочь вам освободиться от обид на дядю, на маму и прочее. И помочь вам взять личную ответственность на себя. Возможно, вы втайне хотите одобрения дяди или мамы. Это тоже директива. Вы сравниваете себя с другими людьми, что говорит о том, что... Ну понятно, что в детстве родители достаточно отстранены были от лоб. Это понятно. Мне необходимо научиться слышать себя. Необходимо научиться слышать и ориентироваться на свои чувства. А не на мнение или на смешку других людей. И то, что вы себя обесцениваете, тоже очень важный момент. С этим тоже нужно поработать. Вот, примерно, такой ответ я могу вам дать. То есть, по сути, что вы делаете? Вы жалуетесь на дядю за то, что он является таким, как он есть. То есть, вы считаете, что вот он со всеми ведет себя так, но с вами, с вами он так вести себя не должен. Почему-то вы сравниваете себя и других людей. То есть, не принимаете свой жизненный путь. И совершенно очевидно, что свою личную ответственность за себя вы перекладываете на маму, на дядю и так далее. Подразумевая, что достигли бы большего, если бы вам были бы созданы условия. Вот только с чего вы взяли, что вам должны были быть созданы условия, с учетом того, какая у вас мама и какой дядя? Кстати, кстати, а где отец? Не очень понятно. И вот пока вы будете жить одноименно в двух мирах, одним в одном вымышленном и в одном реальном, вы будете говорить о несправедливости. Потому что несправедливость приходит к нам из того мира фантазий, который мы сами создали. Где вы говорите, мой дядя не будет мне такого говорить. Мой дядя будет мне помогать. Моя мама, говорите вы, будет вести себя так-то, так-то, так-то и не будет вести себя так-то, так-то и так-то. Но в реальности ваши дядя и мама такие, какие они есть. Вот только отказываются, вот только принимать их вы отказываетесь. Потому что отказываетесь принимать себя. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Как реагировать? Вопрос поставлен некорректно. Вы не можете реагировать так, как хотите. Вы реагируете так, как можете. И лишь только поработав с вашими чувствами, можно помочь вам реагировать иначе. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!